Котики – одно из чудес современной цивилизации. Мы уже не можем представить себе ни дня без смешного видео о пушистых любимцах. Коты – прекрасные компаньоны и помогают миллионам людей по всему миру поддерживать ментальное здоровье. Они приносят любовь и радость в каждый дом. Конечно, не стоит забывать и о хозяйственных котиках в деревнях – они до сих пор ловят мышей и защищают дом от грызунов. Но так было далеко не всегда. Раньше коты не были рабочей силой, когда-то к ним и вовсе относились как к божествам, так что их надменность вполне оправдана. Но как давно коты превратились из грозных хищников в милые пушистые комочки? Почему они так важны для человеческой цивилизации? И правда ли, что все котики – слуги сатаны? Если вам нравятся котики и наше видео по истории, подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим роликом. Кошки были одомашнены около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Дикие степные кошки любили охотиться на грызунов. И человек понял, что можно использовать свирепого зверька для защиты посевов. К этому времени у людей уже был огромный опыт в одомашнивании животных. Собаку, например, приручили больше 20 тысяч лет назад. Поэтому сделать кота ручным зверьком было не так сложно. Так началась долгая история дружбы людей и котиков. Но все не так просто. На самом деле котики – это не до конца одомашненные животные. Если собаки во всем полагаются на человека и без его помощи не смогут жить в дикой природе, то коты намного более самостоятельны. У них сохранился инстинкт охотника. Наверняка вы когда-нибудь брали своего домашнего городского котика к бабушке в деревню, а одним утром с удивлением обнаруживали на крыльце подарок в виде пойманной мыши. Котам не составляет труда вспомнить свою натуру, и в природе без человека они выживут. Поэтому каждый кошатник на самом деле содержит самого настоящего маленького хищника. Около 10 тысяч лет назад египтяне приручили местных диких кошек. Их почти сразу ввели в пантеон. Одна из самых известных древнеегипетских богинь Бастет изображалась с кошачьей головой. Она была богиней радости и любви, однозначно самая подходящая котам божество. В Египте повсюду находит амулеты с котиками и их изображение в текстах. Почему же эти зверьки стали такими важными для египтян? Прежде всего дело было, конечно, в охоте на грызунов. Древний Египет – аграрная цивилизация, для которой зерно было очень важно, поэтому маленькие помощники, защищавшие припасы от грызунов, получали почет и уважение. Но кроме этого коты охотились на опасных ядовитых змей. Так постепенно коты стали личными защитниками самих фараонов. Они зорко следили, чтобы никто не посмел навредить правителю. Неудивительно, что к котам относились с почтением. Их даже мумифицировали вместе с хозяевами и считали символом плодородия. Каждый египтянин хотел содержать кота, который был символическим покровителем дома. Постепенно коты становились так популярны и уважаемы, что ежегодный праздник в честь богини Бастет в ее храме в городе Бубастис стал самым популярным мероприятием на Ближнем Востоке. В дни празднеств город посещали тысячи паломников. Кстати, в Египте котов называли миу, предположительно из-за их мурчания. Но это не точно. Дело в том, что египтяне не показывали на письме гласные звуки. Так что с уверенностью мы можем говорить лишь о том, что в слове, обозначавшем котов, была одна буква М. Но, согласитесь, версия красивая. В древнем Египте поклонялись кошкам, а еще там были фараоны. Ваши знания не ушли дальше этой базы, но хотелось бы узнать намного больше. Проходите наши курсы по истории. С ними вы разберетесь не только в древних цивилизациях, но и в мрачном средневековье и в новейшем времени. Если вы точно знаете, какой курс хотите посмотреть, купите его отдельно и получите доступ навсегда. Если вам интересно все и сразу, оформите наш абонемент и в течение месяца смотрите любые курсы. Переходите по ссылке в описании и выбирайте удобный формат. Все это время коты распространялись по всей Европе и к веку достигли Балтийского побережья. Сейчас все домашние коты восходят либо к египетским, либо к ближневосточным котам из тех самых времен. Однако уже в средние века отношение к котам изменилось. Их начали бояться. Считалось, что эти животные связаны с колдовством, а сам дьявол умеет перевоплощаться в черного кота и постоянно заманивает в свои лапы нерасторопных людей. Скорее всего, это связано с независимостью и гордостью кошек, ведь все остальные животные созданы богом и подчиняются человеку, а вот коты ведут себя так, будто живут сами по себе. Другой причиной может быть попытка очернить любые проявления языческих культов. Это работало так. Если раньше Бастет была одной из самых почитаемых богинь, сейчас надо вложить в голову людей мысль, что коты, связанные с ней, опасны. Так христианская церковь утверждала свою власть над умами. Увы, в это время котикам пришлось очень непросто. Их постоянно забивали и пытались от них избавиться. В XIII веке папа римский Григорий IX, основатель инквизиции, издал буллу с призванием к крестовому походу против люцифериан. В булле говорилось в том числе о том, что котов надо истреблять. Сектанты-сатанисты действительно использовали черных кошек в своих ритуалах. Поэтому неудивительно, что зверьки тоже попали под удар и, можно сказать, подверглись буллингу. Конечно, неприязнь к котам не была повсеместной. Очень многие люди держали котов не только для охоты на грызунов, но и просто в качестве домашних любимцев. Так королева Франции Изабелла Баварская, известная своей расточительностью, тратила баснословные деньги на украшения для своих питомцев. Например, она купила роскошную ткань, чтобы просто укрывать свою кошку. А в мусульманских странах отношение к котам и вовсе было противоположным европейскому. Там их любили и уважали, держали дома. Конечно, до египетских почестей было далеко, но жилось котам намного лучше, чем в христианской Европе. Сейчас Япония – один из главных поставщиков смешных и милых картинок с котиками. Но в прошлом все было немного иначе. Котов на японских островах не водилось, пока их туда не привезли из Китая в середине VI века н.э. Изначально они были очень дорогими, практически бесценными. Котов содержали при императорском дворе, давали им особый статус. Но в отличие от таких предметов роскоши, как золото или шелк, коты умеют размножаться. Их становилось все больше и больше, а со временем они заполонили все острова. Постепенно коты, которые были знакомы японцам не так давно, по сравнению, например, с лисами, наделялись магическими свойствами. В японском фольклоре появлялось все больше и больше мифических котов, и многие из них были опасны для человека. Например, кошка-оборотень Бакенека, согласно мифам, может съесть своего хозяина и обратиться в него. Ну а постепенно и в Японии отношение к кошкам менялось, и теперь котики там – любимые питомцы. Из-за того, что долгие годы Япония была закрыта от внешнего мира, и туда почти не попадали новые животные. Там появились уникальные породы кошек, которые сейчас пользуются большой популярностью в мире. Постепенно во всем мире странные предрассудки и суеверия о кошках уходили в прошлое. К 18 веку все больше и больше людей заводили котиков, как домашних любимцев. Люди переселялись в города, и нужда в охоте на грызунов отпадала. Зато терапевтическая функция котиков в пыльных, забитых людьми городах была как нельзя кстати. В 19 веке начались первые попытки выведения новых пород, в том числе декоративных. В 1871 году в Лондоне была проведена первая выставка кошек, и с тех пор появилось все больше и больше интереса к сохранению чистоты пород и выведению новых. В 2005 году на YouTube было загружено первое видео с кошками. С того дня интернет изменился навсегда. Сейчас здесь насчитывается больше двух миллионов видео с котиками. А уж о количестве мемов с котами и говорить не приходится. Остается лишь вспомнить самых популярных интернет-котиков. Грампи Кэт, Длиннокот, Нян Кэт, Кот с Халатом, Кот Степан и другие. Они подарили нам много счастья и прекрасных минут в интернете, за что мы благодарны им и их хозяевам. Хотя тут, конечно, можно поспорить, кто кому хозяин. Вот таким долгим путем мы с котами пришли к взаимному уважению, партнерству и дружбе. Не всегда отношения между нами складывались удачно. Но, к счастью, в конце концов человек понял, что без кота и жизнь не та. А еще жизнь не та без наших курсов. Ведь правое полушарие интроверта – это не просто канал на YouTube. Мы – международный образовательный проект. Сейчас на нашей платформе более 400 курсов по 30 направлениям – от истории и философии до психологии и кино. Смотреть их можно как на сайте, так и в приложении. Переходите по ссылке в описании и выбирайте удобный формат обучения. Покупайте курсы отдельно или оформляйте месячный абонемент. Так вы не только расширите кругозор, но и поддержите наш проект. А у вас есть кошка? Кого вы больше любите – кошек или собак? Субтитры создавал DimaTorzok